Пора-пора-пора, очень быстро пикнули игроки обеих команд своих персонажей. Сейчас польется флейм в чат, комментатор говорит много включает мало. В любом случае рассмотреть успеем. SF у нас, Даззл, Лина и Скайросмаг вместе с Тайтхантером от команды Virtus.pro. И со стороны Empire, Тролльварлорд, Туск, Венжифул Спирит, Темплар Ассасин и Пак. В общем-то солидный набор персонажей с обеих сторон. Empire опять взяли Венгую Тускай. Самое главное, что команда Virtus.pro позволила это с собой сделать во второй раз. То, что было в прошлом матче, мы видели. Вроде бы ровненько шли команды, а по факту в лейтгейме, ну таком плотнейшем мидгейме, команда Империя развалила в пух и прах Virtus.pro. Было страшно смотреть, что творилось с VP. Там Resolution устраивал полнейший ад для команды Virtus.pro. На данном этапе Resolution играет на Templar Ассасин. Йоко у нас уходит на сложную в паке. Теперь он, видимо, будет учить Седого играть на паке, если вообще такое возможно. Ну, Седой отыгрывает на Тайтхантере. Йолу у нас на Скайросмаге. Жотм на Даззли со стороны ВП. И Безезен на Лине. У нас фармящая Лина. Хо-хо, приехали. Ну, и SF, конечно же, в мид. Теперь давайте сразу же разберемся по лайнам. Кто вообще куда у нас направится. Одну секундочку. Все, в принципе, мы готовы ко всем вопросам. Очень динамично развивался прошлый матч. Кто там говорил, что комментатор много говорит? Там много происходило. Если бы там происходило мало, комментатор говорил бы меньше. Количество фрагов просто астрономическое. Поэтому и говорить без устали пришлось мне. Ну, на данном этапе. Always Wanna Fly, Resolution, Impa и Silent со стороны Империи. Решили отправиться во вражеские лесы. И тут могут быть проблемы у Седого. Седой отправляется в соло на нижний лайн. Трипла от команды Virtus Pro, как я понимаю, пойдет на топ. Жотм в своем лесу. И у Жотма сейчас могут быть проблемы. Лучше бы с хайграунда не спускаться. Но здесь опять же Always Wanna Fly. Но Vision на Жотме не имеется. А вот Vision для команды Virtus.pro. На данном участке есть. Собственно, прекрасно понял Жотм, что лучше бы бежать оттуда. Дазлу такое количество персонажей просто-напросто не вывести. Что, Йоку? Йоку, скорее всего, отправится тоже в легкую соло. Тут Трипла будет внизу против одного Тайтхантера. А здесь Трипла будет вверху. Ну, мне это видится так. Год на SF у нас отыгрывает в миде. И давайте посмотрим. Посмотрим. Уже направляется у нас БЗЗ в сложную. На линии сюда же, скорее всего, придет и Жотм. И Йол. По-моему, Йола промечиво поступает. Двинувшись в чужой лес. Но хотя Vision, в принципе, от Жотмом был. Примерно команды сориентировались, кто где будет стоять. Понял он, что здесь двоих-троих встретить очень-очень сложно будет. Поэтому тут понятно, что не доберется просто команда Empire до своего леса на данный момент. Ну, что БЗЗ и Йол стоят на топе. Внизу стоит Седой. На топе со стороны Empire стоит Йоку. Йоку будет в соло у нас против W. Йоку проблемки могут быть. Вот, собственно, Алоха Дэнс у нас на подсейв. Уже идет. И где у нас Always Wanna Fly? Always Wanna Fly у нас вместе с Сайлентом на сложность. И против Седова. Седому тут тоже будет непросто. Гонять его будут наверняка нон-стоп. Пока что драк у нас не было. Так, разменялись одним-двумя ударами. И есть, в принципе, время для того, чтобы сориентироваться. У СФ на данном этапе уже имеется банка. Уже у нас год. А будет ее через Курьера. У Резолюшена банка, в принципе, тоже, наверное, да, есть. Да, банка есть. Правда, в банка разваливаются у нас. Жоттн дождался Курьера. Зашел за Т1. И Резолюшен в ближайшее время будет без батла стоять. У года таких проблем нет. По этому году, конечно, будет попроще. Ну, мув крутой. Мув крутой. Классический. Прекрасно. Команды знали, что такое может произойти. Я, конечно же, говорю о команде Империя. Седова у нас зацепили. Сайлент продолжает гнать Седова в спину и отпускает. Седова не так легко пробить. Тут Кракен Шелл. Это, в общем-то, понятно всем. Йоку. Йоку тоже стоит, в общем-то, всего лишь с тремя танго. Два свои, один чужой. Йоку бы Курьер лишним не был. Это точно. Алоха Дэнс у нас заходит. На подсейф Йоку. Будет ли выход? Сейчас увидим. Так, давайте по артефактам начальным разберемся. БЗЗ. На данный момент есть сапог, есть нул талисман. Скоро, смак у нас бомжует, но это классическая схема. Да, Йоку тут, собственно, и не зацепить. Иллюзори орб. Фейсшифт. Йоку отсюда уходит. Алоха Дэнс решил подраться. Сноубол провязал. Сноубол по Йолу. Йол может и развалиться. Правда, первого левела у нас Алоха Дэнс. Застопить Йола не получится. Ну, раскатили неплохо. Уходит отсюда Йоку. А вот Алоха Дэнс уже отсюда никто не отпустит. Йол забирает у нас первый фраг. И команда ВП начинает эту игру в свою пользу. Безусловно. Во-первых, Йоку настреляли. Полные щи. Во-вторых, забрали Алоха Дэнса. По факту, 430 за него заработали. Команда Эмпайра разгуливает по чужому лесу. Вводит здесь крипов. Опять же, не своих. Сайлент уже за Тауэром накаляет и Седова, да и Жотун сюда пришел. Жотун тоже может нормально огрести. Трипла здесь более чем функциональная. Туск уже, в общем-то, один раз умирал. Но это, опять же, вопрос крутейшей реализации даблы. Вроде бы и раскатили игроки команды Эмпайра. А по факту их раскатили. И бедняга Алоха Дэнс огреб по первое число. Трипла от команды Эмпайр перемещается на нижний лайн. Здесь у нас один с Седой. И под сейф есть еще и Жот. 2-1-2 стоит ВП. И Эмпайр просто по всей карте движется. Конечно, сложно уловить мувы всех игроков. В это время у нас Йоку по ХП просел чуть ли не до конца. Раскатить можно. Где БЗЗ? Вот если бы БЗЗ задал туда под выход из фейсшифта, в принципе, мог и Йоку у нас отъехать. У СФ уже есть рингов Аквила. У Темплар Ассасин фейзы постепенно вырисовываются. Здесь стоит Алоха Дэнс и здесь стоит Always on a Fly. СФ приходит. СФ, скорее всего, умирает. Но надо Резолюшену поджимать немножко лайн, хотя и Жотм сюда приходит. Жотм еще ничего не вкачал. Ни вейв, ни грейва, ничего. Но здесь грейв, скорее всего, будет. Да. Года у нас... Года подцепили. Закрыли здесь влет. Резолюшен будет бить здесь до последнего. Хотя может Резолюшен и не уйти вообще отсюда. Йол прилетает. Резолюшена зацепили. Сайланс по нему дали. Где, 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 где Год? Ну, Год остановился на крипах. В итоге забрали одну Венжи Фулл Спирит. 2 в 0. Точнее, 2 в 0 счет становится. Не самый удачный врыв от Империи. Но как же быстро отреагировала команда Virtus.pro. Во-первых, Жотм здесь был заранее. Во-вторых, очень вовремя прилетел Йол. И Йол уже отправляется на сложную линию вместе с БЗЗ. Двигается Skyros Mac расчудесно. 2 в 0 в 0. У него КДА. И, по-моему, Йоку сейчас тоже у нас отъедет. Еще и для Йола. Но Йол поближе. Должен Йол, наверное, зарабатывать этот фраг. Хотя, нет, БЗЗ забирает данный фраг. 3 в 0. ВП, по-моему, пересмотрели свой подход к команде Empire. Хотя, вряд ли можно было к такому коллективу, как Империя, отнестись несерьезно. Но теперь ВП, я смотрю, рвут и мечут. 3 в 0 уже на данном этапе. Так, у нас очень сильно Седой проседает по ХП. Зацепили Седого. Седого могут цеплять. Хотя тут Kraken Shell. Чем ты Седого цеплять будешь непонятно. На лоу ХП 9 ХП осталось у Седого. Отправляется у нас Тайтхантер. Побитый, униженный, но живой. По крипам. Ой, Vengeful Spirit у нас забирает Лину. Все-таки отомстили БЗЗ за все, что она сделала с Йоку и все, что она сделала здесь с Алоха Дэнсом. А счет становится 3-1 по итогу. Забрали порядка 600 золота для команды Империя. У БЗЗ уже имеется Фейсбутси. Есть выход, в принципе, в Йоул. Насколько я понимаю, Сейджмасс приобрел. Ну, дальше увидим по артефактам. Ну, я думаю, такой же стандартный будет, в принципе, сбор на Лину. У БЗЗ это Йоул, это Даггер. Ну, а дальше уже по гайду Аганимы и все к нему прилагающееся. Йоку настреливает Седого. Седой отправился в сложную для себя. Йоку здесь остается. Йоку пока комфортно. 22 на 0 у него крипстат. Не лучший на карте, но могло бы быть намного хуже. Первый по крипстату по-прежнему СФ. Резолюшн по крипам на третьем месте. 33 на 6. Ну, в общем-то, держится ровно с БЗЗ. Третье и четвертое место между собой делят. Так, у нас БЗЗ здесь стоит и готовятся выйти в спину БЗЗ. Сразу два игрока. И Резолюшн и Алоха Дэнс. Но здесь опять же есть на подсейф еще и Жотм и Йоул. Драка должна быть очень веселой. БЗЗ здесь стараются зацепить Резолюшн. Получает у нас голубей в спину. БЗЗ под Грейвом. Надо раскастоваться, потому что умереть тут вообще не вопрос. БЗЗ живет. Как-то его выхиливают. БЗЗ умирает. Сноубол у нас от Алоха Дэнса. Уже два в один подрали. Забрали Олвейс Фона Флайя и забрали Алоха Дэнса. Ну и Темплар Ассасин у нас на лоу ХП. Правда, рефракшн имеется. Можно подраться. Жотму дичайшим образом Резолюшн настреливает. Забирает он Дазла в таверну. Дазл. Ну, год хоть как-то еще бодается с Сайлентом. Драки просто сумасшедшие происходят. Нихренишеньки понять нельзя. То одни других бьют, то вторые первых. И вроде бы, вроде бы, вроде бы в салат сначала выигрывает одна команда, а потом поворачивается все совершенно в другую сторону. Теперь у нас еще и Йолл огребает. Сайлент вместе с Алоха Дэнсом развалили у нас саппорта команды Виртуз Про. 6-4. Итоги файта смотреть будем здесь. Полторы тысячи Виртуз Про по золоту, по экспириенсу чуть более полутора тысячи. И на БЗЗ выходят. Под ноги себе, ну не под ноги себе, а на ход, конечно же, дает стан. Но это все до одного места развалили у нас БЗЗ без вопросов. Да, 6-5. 9 минут, 11 фрагов. По золоту вы видели. У кого сколько, Йоку все это время фармит. Йоку драки не интересуют. Он уже натерпелся. Йоку 0-2-1. У него КДА. Я думаю, Паку хочется просто пофармить на слу... Ну, на легкой. Относительно, но в горном одиночестве зато. Так, по Нетворсу. Переключаемся. ССФ, на котором отыгрывает год, имеет уже 5200 общего Нетворса. Практически готова Мека. Осталось только рецепт приобрести СФу. И, в принципе, масс-файты у команды Виртус Про будут еще приятнее. Сайлент отправился в чужой лес. У него 4000. У Резолюшина тоже 4000. Год пока что всех переформил. БЗЗ 3000 на руках имеет. Ну, понятно. Здесь 8+. Но 8000 у СФа вместе с Леной. А со стороны команды Эмпайр тоже. 8000 это Резолюшин плюс Сайлент. В общем-то, все ровно. Хотя деньги, конечно же, надо концентрировать больше в герое, который будет решать. Но кто здесь будет больше решать Резолюшин или Сайлент, пока сказать точно нельзя. Файты подзатихли. Поспокойнее немного стало. 10 минут позади. Графики смотрим. 0-0-0-0. Очень ровно идут команды. Тавара все стоят на месте. Никто пока не выходил никуда. Йоку бодается с Седым. Что тут будет, в принципе, непонятно. Во-первых, Йоку не может толком пробить Седого. А во-вторых, Седой ничего не может сделать Йоку. Потому что или Зори Ор. Шифт и... Вообще Йоку в файте не участвует. Как будто ни при чем. У года тем временем должна уже появиться Мека. Да, рецепт приобрел. Ну все, надо навязывать масс-файты команде Virtus.pro. Надо стараться драться, пока Мека имеется. А у соперника Мекки... У кого вообще здесь может быть Мека? Ни у кого Мекки нет. И быть в ближайшее время не может. Вот о чем я говорю. Йоку подошел. Йоку дал Сайлент. Йоку ушел. Ну что, у нас драка внизу намечается. БЗЗ очень сильно просел по ХП. Голуби летят в спину у нас Сайленту. Сайлент тоже на ОЛХП. Сайлента развалили. БЗЗ развалили. Коргерои пока рассыпались. Always Wanna Fly проседает. Но здесь летит у нас Алоха Дэнс. Алоха Дэнс, скорее всего, будет разбирать у нас Йола. Йол. Это же Йол, конечно. Да, Йол у нас на Скайрес Маги отвалился. Два в два подрались. Коргерои и один саппорт. В общем-то, все ровненько. Йоку у нас гоняет Жотма. Жотм разваливается. Валрус Панч под ноги. Седой ультанул и будет загонять у нас Йоку. Гаш в спину. Пак отлетает в таверну. Алоха Дэнс сильнейшим образом проседает от Тавра. Но выживет. Но догнать не получится. Хотя, может быть, и получится. Здесь 355. Здесь 360. Все прекрасно у Седого получается. Даблкил. Гашем добил Пака. Гашем добил Алоха Дэнса. Заплевал всех. Налево, направо. Полторы тысячи на руках. Скоро будет Даггер. Скоро будет весело. У Скайрос Мага. Тем временем. Появляется Пауэртрет. Смеется Нул Талисман. У Лины. Постепенно вырисовывается Юл. Пока еще нет, конечно. Но очень скоро. У СФ. После Мекки 1100 на руках. Год фармит как невменяемый. 7100 у него общий нетворс. В принципе, всех опережает. И на солидное количество денег. Батл Транс. Это все. Все это для Рошана. ВП, я так понимаю, представления. Даже не имели, где находится команда Империя. Хотя. Довольно-таки странно. Он, видимо, под смоком зашли. Немножко я пропустил этот момент. По мейн артефактам, которые могут хоть как-то переломить ход игры. И вообще на что-то повлиять. Тут, в принципе, ни у кого пока ничего нет. Барабаны. Все это по чуть-чуть. Все это понемногу. Все это не считается. У Пака до Даггера достаточно много еще. Йокум 58 на 3 по крипам имеет. Но на 12-й минуте не так уж много. Из легкой немного вынес. У Лины рецепт имеется. Осталось собрать Водстоун на Еул. У СФ от 1200 на руках. У Тайт Хантера еще 800, даже 850 до Даггера. И Скайра Смаг. Ну, Скайра Смаг, который собирает Пауэр Трэдс и Нул Талисман, это уже неплохо. Обычно такие ребята просто до конца матча сыпятся и заканчиваются 2-12, 2-13. Игру, если даже успели где-то Мистик Флеером подстилить фраг. Ну, здесь Скайра Смаг мы видели прекрасно. Во-первых, 2-0 шел. А во-вторых, в файтах более-менее Сейвова ведет себя. Рассказ-то дает и не умирает. Просто ломает у нас систему Йоу. Пауза в игре. В общем-то, можем и на графике переключиться. Но игра ровная. ВП на 1 фраг впереди и 1 тысяча по золоту. По экспириенсу менее тысячи. Это не считается. 12 минут 30 секунд. 18 фрагов. Ситуация с прошлым матчем продолжает повторяться. Напомню, что прошлую игру Империя выиграла. И выиграла с ощутимым преимуществом. Которое, в общем-то, постепенно-постепенно росло. А к финалу превратилось в сущий кошмар для команды Virtus.pro. Еще раз напомню для всех, кто у нас не очень внимательно следит за Join.mlg Pro League. Играются матчи в формате Best of 2. Это вторая катка данной встречи. И первую Импер выиграли. Пока что Импер 1 поинт заработали. В принципе, время у нас есть. Давайте я вам покажу таблицу Европы. Это у нас группа B. И ВП, как видите, 6 матчей сыграло. 2 победы, 2 ничьи, 2 поражения. У Импер 4 матча. Сыграно 2 победы. 1 ничья, 1 поражение. Собственно, по поинтам, видите, можете примерно ситуацию понять. За 2 ничьи дается 2 очка. За 2 победы дается 4. Вот вам, пожалуйста. Здесь тоже 2 очка. 2 по 2, точнее, 4. И 1 поинт за ничью. Ну и поражение, разумеется, ни с чем уходишь. Все. В принципе, можно вернуться в доту. Хотя тут интереснее игра за последнюю минуту не стала. Возвращаются команды. И под смоком команда Virtus.pro готова выйти. Правда, выйти не на кого. Они бы, конечно, вышли. Но пошли все равно. Virtus.pro все равно пошли. Решили встретиться на Эншентах. Разбегается у нас команда Empire. Влицелл 8 на Fly. Fly отсюда не должен уходить. Silent, я думаю, еще попадается. Mystic Flare в никуда. Но Silent отсюда не отпускают. 2 в 0 подрались. Залетел здесь лед от Aloha Dance. Но это больше в память о павших товарищах. Забрали с Silent, что неприятно для команды Империя. Ну, понятно, Always on a Fly играет у нас на саппорте, который за счет этого скилла и должен все время умирать. Высвапывать своих товарищей и оставаться, в общем-то, за кулисами всех действий. Ну, по факту, на ровном месте у нас слились что Always on a Fly, что Silent у себя на Эншентах. Просто огребли от GOP-STOP группы команды Virtus.pro. Первый выход на Tower. Т1 по низу. Далеко команда Империя. Сейвить Tower пока что нечем. Знает ли об этом VP? Наверное, не знает. Потому что отправляются подальше от этого места и год перемещается в мид. Года по-прежнему. Первый NetWars на карте. Дальше второе и третье место между собой делит Resolution и Silent. Silent у мало. Silent решил еще подфармить немножко Эншентов. Я думаю, опять же, это все до поры до времени, пока VP в полном составе сюда не направились. Год. Возможно, встретиться у нас с Silent, но 2 в 1 драться нет смысла году. SF вроде бы и сильный персонаж, но 1100 хп на 14 минуте для тролля это маловато. Я думаю, очень быстро Silent у нас года развалит. У Тоско тем временем появляются фейсбуцы. И есть также Урна у Алоха Денса. По графикам видите, что преимущество в никуда просто. Кардиограмма здесь. В общем-то, все на половине Virtus.pro. Они сразу завладели преимуществом. Но то VP выигрывает, то в ноль скатывается все их преимущество. Естественно, VP играют не против проходной команды. Разумеется, VP играют против одной из сильнейших команд данной группы. И вообще Европы и СНГ в частности. У Йолла уже 2 нул талисмана. У Йолла все хорошо. Йолл по чуть-чуть, по чуть-чуть до пенсии насобирает себе еще один нул талисман. А там, гляди, какой-нибудь Force Staff появится. У Тайтхантера появляется Даггер. У Седова также 260 сверху. У Жотма. Имеется сапог, грейжный стик. Ничего пока боли нет. У СФа появляется Яша и... И все, в принципе, все. СФу Йолл не нужен, потому что БЗЗ собирает Йолл. Так, я думаю, все привыкли уже у нас к СФам, которые собираются в Даггер и Йолл. Ну и поднимают ветра, а дальше ульту под ноги бросают. Год пошел соло против Always One of Fly сражаться. Есть инфа, что команда на топе. Можно гнать у нас Always One of Fly. Сюда уже летит Пак. Пак может здесь, в принципе, и сам нормально получить. Резолюшн под ногами у Года трэп разрывает. Ну, Год, скорее всего, рассыпется здесь. Мека есть. Мекку провязали. Полетел Сноубол у нас в Года. Год взлетает вверх и рассыпается на земле. Также у нас забрали уже Йоку. Забрали у нас Always One of Fly. Пока 2 в 1. Седой ходит у нас под Грейвом. Старается с Резолюшном драться. Но Резолюшн, в принципе, все равно на Седого. Он Жотма разваливает. Сайлент здесь дерется с БЗЗ. Резолюшн забирает, по-моему, и Лину. Да, Резолюшн двоих убивает в этом файте. БЗЗ тоже выходит из файта с даблкилом. 4 в 3. В пользу команды Империя закончилась данная драка. 15-12. Где у нас Седой? Седова здесь все еще гоняет. Алоха Дэнс. Но Седой пока под Кракен Шеллом живет. У Резолюшна Даггера нет. Точнее, он есть. Но он в стэше. Летит в Курьере только сейчас. Так бы Седой, наверное, пятым отправился к друзьям отмечать великолепную драку. ВП потеряли в этой драке. Драке, разумеется, больше, чем заработали. И Эмпайр постепенно выравнивает. Свои положения дел. Более 3000 преимуществ. А по Экспириенсу тоже 2 плюс для команды Империя. А по Таверам у ВП все в порядке. Разве что внизу упал у нас Тавер. Но здесь тоже на данном лайне, на лайне сложном, отвалился Тавер у Империи. 1 в 1 по Таверам. А по Миду, да, на Миде тоже развалился Тавер у Империи. Ну, 2 в 1 пока что ВП впереди. Что примечательно в этом файте. Резолюшн у нас заработал достаточно денег в последней драке. А вот год рассыпался еще до того, как смог кого-то убить. У года вроде бы и первый Нетворс. Но по динамике мы видим, что ТА постепенно приближается. Немного совсем осталось. Если Резолюшн будет активно фармить, я думаю, год у нас постепенно преимущество свое терять будет. Опять же, драться одному году в соло очень сложно. Если нет какого-то подсейва, там вообще даже бессмысленно драться, а не сложно. Встречается у нас Седой. У Седого Реведжа. 20 секунд еще нет. Алоха Дэнс напиливает у нас Седого. Висит на нем урна. Резолюшн здесь под мистик флэером стоит. И БЗЗ в спину Резолюшну запускает Лагуна Блейд. Отправляется у нас мидер команды Импайр в Таверну. Пошли гнать Алоха Дэнса. Через секунду будет Гаш. Должен Седой плевать спину Алоха Дэнсу. Алоха Дэнс, наверное, здесь никуда не уйдет. Да. Гот забирает этот фраг. Счет становится 17-2. 2 в 0. И Лена неплохо поднялась за счет смерти Резолюшну. Но там вы видели этот развал. Мистик Флэер под ноги. Мистик Флэер сбивает весь Рефракшн. А дальше БЗЗ в беззащитную беднягу Темплар Ассасин разультился. Круто разобрались. И опять же, все это в корь-героя команды Импайр. Резолюшн немного, слишком много себе позволил. За что и поплатился. 17-12. Чет. ВП пока что ведут по фрагам. Но по золоту видим, что дела не так обстоят. Немного меньше 2000 преимущества Империи. И немного меньше 1000 по экспириенсу. Импайр в это время выходит без скрипов, без никого. Сайлент и Оллес Фаннафлай просто будут забирать Тауэр внизу. Еще и Волк здесь подошел у Сайлента. Вообще куча дамаги. Тауэр рассыпается. А здесь Т2. Глиф провязали. Будут ли драться? Пока никто не летит. Три игрока команды Импайр. Вы видите где? Черт и где. Ну здесь сюда пошли ТП. Сразу три ТП. Будут бежать за Седым. У Седова есть Реведж. Надо разворачиваться и драться. Седой. Нет, Седой не хочет драться. Дрим Скойл провязали. Сайлент по Седому. Он может и не дать Реведж. Ну как-то выживает у нас Седой. Под сейв в принципе от Даззлова. Седова лоу ХП. Врыв от Седова. Реведж по троим игрокам. На лоу ХП Сайлент. Сайлент развалился. Алоха Дэнс развалился. И Always Wanna Fly отправляется у нас в таверну. Седова разменяли. Но он все что мог сделать, сделал. Переждал. Просто как пленный партизан в тылу немцев. Я не знаю. Ждал. Ничего не делал. Никуда не уходил. Стоит терпит, терпит, терпит. Ну и дальше. Крутейший Реведж. Сразу по троим. Был бы Резолюшн. Я думаю Резолюшн здесь бы тоже в таверну отправился. Ну гляньте что с Йоку случилось. Йоку взрывной волной по-моему от этого файта забросила на декорации доты. Драка крутейшая. Три в один. Одного оффлейнера поменяли на таких важных персонажей как Тролль, Винга и Туск. Ну да. Эти в принципе вдвоем. Топорочка вдвоем за одного могут скатиться. Но Тролль развалился здесь под Т2. И это конечно плюс для ВП. 20-13. Сейчас обновятся графики. Я думаю по золоту там поприятнее будет ситуация у команды Virtus.pro. По экспириенсу они уже впереди. Тысяча с лишним. СФ с Энджин Яша. Время удивлять или что год вообще? Что год вообще себе позволяет? Давайте по артефактам пробежимся. У Тайтхантера Forstuff имеется. Есть также Арканы. Ну Седой нормально в этом файте поучаствовал. По-моему умер уже после того как развалили двоих или троих игроков команды Империя. У СФа мы видели что? 2800 сверху. У Лины. Тем временем есть Юл. И постепенно вырисовывается Аганим. Остается менее... Менее-менее 700 до данного артефакта. Гот у нас здесь с Йоку собрался подраться. Точнее Йоку. Решил видимо подраться с Жотмом и Годом. И понял что не по шансам. Улетает отсюда Йоку. Так Скайросмак еще. 1100 на руках у Йола. Ну какой-то рот оф атос точно ждем. Потому что ВП здесь давят. И ВП будут скорее всего ловить команду Империя. А не наоборот. Со стороны Империи у Йоку есть даггер, есть Йол. Ну есть также Пауэртретс. В общем-то классическая сборка. На 22-й минуте неплохой тайминг. Хотя не забываем Йоку стоял и формил легкую. Можно было и побольше шмоток вывести. Но это я уже снобизмом тут поливаю. Так, ну что, готов у нас врыв. Дримскойл ставится сразу по двоим. Врывается сюда Алоха Дэнс. Разультился у нас год. Минус 1 со стороны Империя. Минус 2. Точнее со стороны Империя. Минус 1 от Виртус Про. Начинает у нас команду ВП гнать. Седой разультился. И вот он переломный момент. Сайлент на лоу ХП. Always Wanna Fly рассыпается. 2 в 2 пока что. Умирает у нас еще раз Резолюшн. И гоняют здесь Сайлента. Сайлента не отпустят отсюда. Правда Йоку у нас возвращается в файт. Под ноги Йоку у нас станет БСЗ. Йоку отсюда уходит. Сайлент бежит. Бежит как сумасшедший. И правильно делает. Ни хрен вообще там ни с кем драться. Сайлента нет ТП. Сайлент будет в кустах здесь. Пока его смерть в виде арбуза не придет. Сайлент тут кое-как. Так прятался. Так хотел уйти от Седова. Ну и прикиньте еще и развалит сейчас у нас Седова. Ну здесь уже надо БЗЗ что-то делать. Сайлент вообще по-серьезки решил драться. Ухо. Да ладно. Да ладно. Черт возьми. Что делает Сайлент? Сайлент еще Седова сейчас отправит. Надо под ноги ему стан. Иначе Сайлент тут двоих сразу развалит. Да. Мансил, мансил. Ай. Мансил, мансил. Да не вымансил. У нас Сайлент. Но мув был интересный. По итогу файта там 100 в 100 подрались. С небольшим преимуществом команды Virtus.pro. По золоту увидим. Немножко. Надо времени. По золоту увидим. За Сайлента здесь прилично. Денег должна была команда Virtus.pro заработать. У Лины уже имеется Аганим. Есть также 1200 сверху. БЗЗ в этой драке просто раз чудесно себя повел. 9-5-7 у него кеда. У Жотма. Так у нас готовится врыв на Рошана. Седой здесь. Седой в гордом одиночестве. Под Сноуболом стараются у нас Седого развалить. Седой пока много демажа в себя впитывает. Дримскойл у нас стоит по одному Седому. Седой уже в таверне. Это не считается. Жот тоже развалился. Пошел у нас Мистик Флеер. Разультился Год. Год с хайграунда скорее всего будет наваливать. Always Wanna Fly очень сильно сыпется. И прячется у нас Always Wanna Fly вместе с Алоха Дэнсом в Сноубол. В итоге Венга отправляется в таверну. И Год скорее всего Алоха Дэнс не отпускает. Стики. Стики спасают Алоха Дэнс. У Года нет никакого даггера. Но здесь дальний койл должен быть уже. Йоку просто на лоу хп подсейвил своего тиммейта. Уходи отсюда Алоха Дэнс. Неужели заберут Года? Это будет жесть жесточайшая. Резолюшн. Скорее всего Года отправляет в таверну. Да, Тим Вайп со стороны команды Империи. Жотн уже правда у нас появился. Но понятное дело. Кто первый умер, тот первый появился. Эмпайр раскатили Виртус Про по всей нижней половине карты. Дичайший крутой подсейв у нас был от Йоку. Йоку повел себя как настоящий товарищ. Спас Алоха Дэнса. Ну а там уже совсем другие люди на арену вышли. Я говорю конечно же о Резолюшене. Вот и поменялись дела. Вот то о чем я вам говорил. Резолюшн постепенно нарастил обороты. Нормально, удачно подрался. 7-2 у него КДА. И на второе место отодвигает он Года по фарму. Опять же Года еще не будет. Полминуты Резолюшн здесь 100 миллионов тысяч выформит. Тролль на третьем месте. 12 тысяч Нетворс. Йоку на четвертом. У Йоку тоже за 10 перевалило. 10-400. Ну и БЗЗ тоже рубеж в 10 тысяч перешел. Дальше уже Арбуз. Ну и 6 и меньше. Жонт пока самый бомжовый. Но тут все на ворды тратится. Мы видим прекрасно. Так, увидели у нас Сайлента. Мистик Флэр под ноги. Все под Сайлентом. Все под Раскастом двух магов. Дичайший дэмэдж влился в Сайлента. Можем в принципе посмотреть. 1240 у нас от Лины. И 602. Откуда вообще столько ХП у троля? Разумеется, негде взять. 26-21. Ух, вот эта катка. 5, даже 6 или 7 с лишним. Впереди Эмпайры. И по экспириенсу та же ситуация. Здесь после смерти Сайлента немножко перевернуться. Графики, но опять же не ощутимо. 26 минут и 47 фрагов на карте. У Тузка уже имеется Даггер. Также Даггер у нас прилетает для ВЗЗ. На Лине. Лина становится ультрамобильной. Даггер, Юул. Скорость бега, по-моему, практически максимальная у Лины под фазами. У ССФа тем временем уже имеется 2 Ultimate Orbo. Год выходит у нас в Eye of Scud. Always on a Fly накричал на года, не ори на года. Не надо это делать. Ну, тут, в принципе, были товарищи недалеко. Можно было бы и подраться. Товарищи, товарищи. Какая-то у меня советская тематика в голове засела. Никаких товарищей, тиммейты, конечно же. Хватит с нас, товарищи. ССФ остается совсем немного. 500 остается по золоту до Eye of Scud. Выход под смоком. Видит ли Сайлент? Нет, Сайлент, ребят, не видит. Ну, и здесь ВП тоже Сайлента не наблюдает. Алоха Дэнс, скорее всего, приехал. Хотя есть Даггер. Можно просто прятаться в кусты и лететь отсюда как можно дальше. Алоха Дэнс, возможно, хочет подраться. Но здесь не по шансам. Сайлента развалили. БЗЗ развалил Сайлента вообще без вопросов. Перематывать не буду. Все очень просто. По демиджу 1400 не вывозит у нас Сайлент. Такое количество надо быстрее собирать. Вот то, что он и собирает. Опять же, спейс-криэйтинга никакого. И команда Virtus.pro уже в чужой лес. Давным-давно отправилась. Тут начинают географически вытеснять своих соперников. Ну, так, собственно, и надо. Выдавливают из всех зон, где можно фармить. Все, что остается, это свой лес. Точнее, лес соперника для команды Empire. И какие-то руны баунти, которые будут появляться. А так всех хрипов забирают. Т2 давным-давно уже упал. Возможно, есть шанс выйти на хайграунд. Но в пятером. У всех, практически у всех есть ульты. Скайрес мага просто маны не хватает. Все, у Йола тоже есть мистик флеер. Куда ты постоянно ману тратишь? Да, Йол переключил ПТ. Йол шарит в доте. Год начинает наваливать у нас по Т3. Команда ВП отходит на хайграунд. Просто отошли. Просто собрались и просто отошли. Очень странный мув. Но с другой стороны стянули всю команду Empire на свой хайграунд. Теперь можно спокойно пофармить. У Седова 2000 на руках у Лины. 1000 с копейками у Дазла. По-прежнему ничего. Жалко, конечно, беднягу Жотма. Пять раз он умирал. Один раз убивал, правда. Постепенно у Седова начинает вырисовываться рефрешер орб. У Скайра с мага 1300, но в Курьере... Да, Йолу в Курьере летит Геос Септер. Это от Темпларки, это от Тролля. Вы прекрасно все понимаете. У Темплар появляется Дейдалус. Резолюшн с руки уже наваливает жесточайшим образом. Тем более после Мелда это все... Если в кого-нибудь влетит, я думаю, никто не вывозит, кроме разве что Тайтхантера. И то за счет Кракеншелла. У Винги ничего интересного. Так, у нас здесь свапнули Года. Года разорвало на куски. Втроем, вчетвером. Заковыряли Года. И один удар у нас от Сайлента. И один удар у нас от Резолюшена. Резолюшн прокнула Резолюшну на Криты. Моментально разлетелся Жот. Ну там, я не знаю, беременная бомжиха на вокзале могла бы Дазла с таким Этембилдом развалить без вопросов. Девятый левел Дазл на 30-й минуте. Вы понимаете прекрасно, что для Дазла получить хотя бы один Крит от Резолюшена. 27-23. Империя собралась, Империя готова драться. Империя заходит на вражеский хайграунд. Пока вы потелились вот здесь на хайграунде, Империя решила зайти по миду. Реведж от Седова под ноги Сайленту Мистик Флэйр. И сразу же туда Лагуна Блейд от Лины. Сайлента флеймят как только могут. Такой адский дэмэдж в него вливается. Это нон-стоп. Опять 1400 и 1100 и 589. И все это, по-моему, в Сайлента и влетело. Йоко у нас здесь пока что с Дримскойлом стоит. А нет, Дримскойл у Йоко проюзан был 16 секунд. Остается до КД. Поднимают у нас ветра Always Wanna Fly. Теперь у нас в ветрах БЗЗ. Какая-то суперветренная игра. Начинается драка на хайграунде команды Virtus.pro. На ЛОХП у нас Resolution. У Resolution есть Refraction и БКБ. Resolution отсюда бежит. Но отдали. Просто отдали своих тиммейтов. Умер у нас Always Wanna Fly. Умер у нас Алоха Дэнс. Гонят также Йоку. Йоку отсюда валит. И валит отсюда Resolution. Качели нон-стоп. То в одну сторону, то в другую. Теперь графики пошли в сторону Virtus.pro. На своем хайграунде. Тауэр потеряли. Бараки стоят целые. Год уже с Eye of Scud. Йоку зря так играется. Можно в принципе году и навалять соло Йоку. Йоку правда успел в ветра поднять у нас года, чтобы драка не состоялась. Ну, такое. Легкий плевок или на ногу наступил году и улетел. 32 минуты позади. 30-24 по фрагам. По графикам. 7500, но это в принципе ничего толка. У Resolution 17000 по голде. У Resolution 2000 также есть на руках. В общем-то тоже надо идти в какой-то дэмэдж. Я думаю, есть смысл МКБ собирать темпларки. Потому что рано или поздно, а вот, собственно, и наше рано или поздно. Talisman of Evasion уже появляется у года. А значит, в скором времени мы увидим бабочку. При, опять же, при удачном стечении обстоятельств для самого года. У Седова до Refresh Orb еще 1200. Рецепт там дичайший, дорогой. И это вообще даже не зависит от современного курса. Всегда Refresh Orb убивал огромными ценами на сам рецепт. Под смоком команда Virtus.pro. Готовы, я думаю, выйти на мид. Поднимают у нас ветра Алоха Дэнса. Под ноги ему БЗЗ ставит стан. Но тут Snowball. В принципе, ждет, ждет до последнего Алоха Дэнс. Resolution у нас врывается. Начинает по спине БЗЗ наваливать. Моментально разваливает у нас БЗЗ. Жжет на Лохе Пену под Грейвом. Где Год? Год не ультил. Год все время стоит в сайленсе. Год разваливается. Разваливается Unstoppable для Resolution 3 в 0. Вот теперь мид команды ВП явно пострадает. Седой не тратит реведж. Это бессмысленно. Трипл килл от Resolution. Какого черта так много наваливает Resolution? 3900 у него на руках. Он в прошлой игре изуродовал просто команду Virtus.pro. Он теперь как дурной просто бежит и бьет. Ну, круто. Конечно, очень круто. Resolution сделал все, что было необходимо. Выформил необходимые артефакты. А теперь... Что такое? Что, черт возьми, творится? У меня почему-то нон-стоп двигается камера. Одну секундочку. Все. Вернулись мы. В это время упали бараки на миде. Команда Empire просто начинает валить Т4. Т4 развалится. БЗЗ сам здесь ничего не сделает. По байбекам. Нет байбека у нас у года. А значит, нет, собственно, пути и нет будущего для команды Virtus.pro. Развалили у нас всех, кого только можно. Повторение Team Viper. Минус 5 со стороны Empire. Плюс старые трупы. Ну, понимаете, прекрасно. Good game. Well played. Все очень удачно сложилось для Империи. Терпели, терпели. Вроде бы где-то катки сливали. Где-то драки тоже проигрывали. Но Resolution выше всяких похвал в двух последних играх. Да и в двух первых на сегодня для Империи. Круто. Империя зарабатывает 2 очка в данном противостоянии. ВП, разумеется, ни с чем уходят отсюда. На повестке дня у нас матч ЕГЭ. Пока что небольшая пауза. Вы можете подписываться в группу ВК. Добавляйтесь, задавайте, задавайте, задавайте. Задавайте, конечно же, свои вопросы в чате. В какое-то время еще буду здесь. Через, через, по-моему, 3 с половиной. Да, через 3 с половиной часа у нас ЕГЭ против Payne. Американский дивизион. На данном этапе Европа и Азия у нас закончилась. Перемещаемся за океан в Америку. Но это чуть-чуть попозже. Это будет 23 сет. Плюс 1 Киев, плюс 2 по Москве. Ну, все. Небольшая у нас пауза. Музыка будет. Чат будет активен. Можете оставаться. Ну и, опять же, если не сложно, нажали follow под Twitch. Мне будет очень приятно. И все это, конечно же, повлияет на развитие общего канала. Всем, кому понравилось, спасибо. Всем, кому не понравилось, буду стараться делать получше. Вы тоже крайне важны для нашего канала. На данный момент пока что прощаюсь. Услышимся через 3 с лишним часов. До скорой встречи.